Сейчас мы сыграем свой кавер на песне, которую уже когда-то учунили. Первая это будет уже по такой традиции с Юткин «Москва-Неба». С ней начнем. У твоей Москвы, и у Небы, Стало лучше что-то, наверное, бы. И Светлану, бур, сборит бур, культу, Он опять забарит бри, а ты забардил. Ты не видела первых ночей из сторон Петрограда. Он не знает хитровских порог и болтгаковских мест, Он не сможет себя никогда проводить на парад. Да и ты не узнаешь, какой пилоток мы поменять, Ведь все твои Москвы, и у Небы, Стало лучше что-то, наверное, бы. И Светлану, бур, сборит бур, культу, Он опять забардил, а ты забардил. Ты услышишь, как нежно звучит Мариинская аква, Он видит, ты новым одними, Светлых талях. Ты привыкнешь с ним собереть, Синетаску шарку, Он пройдет на борцовой, Твоих красно-белых шкалах. У твоей Москвы, и у Небы, Стало лучше что-то, наверное, бы. Ты сломан, бур, сборит бур, культу, Он опять за твои обрит, А ты забардил. У твоей Москвы, и у Небы, Стало лучше что-то. Конечно же мы, ну конечно же мы, Ну конечно же мы, конечно же мы. АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас ты на Максе? Не знаю. Ой. Хотя бы так, ладно. Всё, вроде как всё причинили, всё работает. Так как у нас сейчас предновогодний КЛТ, надо поспеть что-нибудь такое, посвящённое Рождеству или Новому Году. Песня довольно-таки аутентичная, даже кто-то говорит, что вы старая. И нет, это не Франк Синатра, и нет, это не Ван. Эта песня называется «Christmas must be tonight». Её много кто перебивал, но авторство стоит, по-моему, за группой Morning Jacket или что-то такое. В общем, сама песня. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... 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 и положить один из тезисов как исторический подход. Исторический подход значит, что мы, как говорится, берем некоторые исторические традиции нашего клуба, не только те, которые нас касаются, а и те, которые касаются нашей Родины, как говорится, России, Советского Союза и так далее. И в этой связи, значит, есть особый подход, о котором сейчас скажу, если вы следующего уступающего. Это подход о Малой Родине, как говорится, выступающих. То есть, в частности, когда человек выходит на сцену или группа, или команда, мы объявляем, что он представитель такого-то города, как говорится, потому что если человек любит свой город родной, то, как говорится, ему приятная дождь еще и своими рядом с его родным городом. Звучит это, например, так. Вот, например, если бы меня объявлял, я же, да, тут стою я и объявляю меня. Николай Павлов, как бы ваш покорный судак, кстати, я забыл представиться, прошу прощения. Как говорится, я председатель этого клуба теоретического творчества, и многие здесь ребята присутствующих, мои дорогие друзья. Вот, спасибо большое всем, что пришли. Вот, а я бы объявил себя так. Николай Павлов, композитор и поэт-песник, город Герои Ленинград, запятая город Кострома. Вот, что это значит? То есть, в городе Герои Ленинграде мы живем с вами, да, исторический подход к городу Герои Ленинград. Потому что, как говорится, извините, но, как бы у нас, в наших узких кругах, конечно, каждый, кто хочет, как говорится, сам объявлять себя Санкт-Петербург, там, Ленинград, это его личное дело, да. Но, извините, как говорится, лично мое мнение такое, как говорится, маленькое, но оно такое, как говорится. Вот, не было бы города Героя Ленинграда, не было бы города Героя Сталинграда, да, как понимаете, это оба фланга основных защиты нашей столицы Москвы. Не было бы и города Героя Москвы. Правильно? То есть, когда наши, как говорится, сегодня лидеры выходят на самую высокую сцену и вещают гордо, что бьются ребятки в грудь, что вот, у нас там город Героя Москва, наша столица. Да, дорогой? Замечательно. Вот только не разбей, пожалуйста. Вот. И, в общем, в это время, в это самое, я бы очень хотел, чтобы они не забывали, что город Героя Москва сохранился только потому, что в свое время, грудью за Москву, да, это была тоже часть битвы за Москву, встали на севере, как вы помните, да, против финских или немецких войск, немецко-фашистских, город Героя Ленинград как раз, то есть вот эта вот земля священная, да, она стала священной. Вот. А с другой стороны, на юге южный фланг стал защитой город Героя Сталинград. Вот. В то время он так назывался. И он, в принципе, как говорится, заслужил свое звание, как вы понимаете, вот, как говорится, там были остановлены немцы, и не смогли окружить Москву, так говорится, да, со всех сторон, как говорится, и уйти в глубокий тыл. В частности, мою родину, Костомскую землю также. Вот. Так что вот так, дорогие друзья, не обижайтесь, пожалуйста, если мы будем вас объявлять. Вот. Если у вас будет какое-то пожелание объявлять ваше имя с вашим родным городом, вот, то, как говорится, до того выступления вашего, вы можете, как говорится, меня дернуть за рукав. Николай, там, вы мне написали, что я там оттуда-то, оттуда-то. Ну, напишите, пожалуйста, я хочу, чтобы мое имя прозвучало с моим родным городом. Это, как бы, это будет правильно, достойно, честно и как-то. Вот. Как говорится, вот. Так что любовь к малой родине, это учитывается в нашем клубе. Вот. И я думаю, что вам самим будет это приятно. Еще раз услышать своими, наверное, своими целыми городами. Вот. И, дорогие друзья, сейчас я хотел бы на эту сцену вызвать поэта. Вот. Но я думаю, что, наверное, мы попросим... Наташечка, ты готова? Нет, ты готова, да? Хорошо. Тогда, значит, мы спросим об этом Алексея. Алексей готов? Ну. Обычно у нас Алексей, как пионер, всегда готов. Ты будешь выступать, Аллина? Да? Тогда я вам представляю гвардию КЛТ поэта Алексея Черняцкого. Впрочем. АПЛОДИСМЕНТЫ АЛЛЕШ, ПОЖНО. Ты мне уже сломал руку один раз. Ха-ха-ха-ха, пока ты... О-о-о, пока ты... О! О-о-о О-о-о! Хочу обратить ваше внимание, что пришел мой друг, товарищ Арамис. Так, начнем с того, что я расскажу о том, что тематика моих стихов в последнее время изменилась, и я очень увлекся темой психологии и того, что вообще происходит в мире. Читая новости, я основался на упоминании о том, что Всемирная организация здравоохранения озадачилась этим вопросом получения психического здоровья и вообще профилактики вот таких заболеваний. И в 2019-2023 годы планируется проводить всевозможные мероприятия по профилактике таких заболеваний и донесения до учителей, городов, вот всяких полезной информации по этому поводу. Я увлекся от психологии, и мои стихи в последнее время связаны именно с этим. Что-то мой телефон мне не позволит. Это я вступление, чтобы вы знали, о чем я буду писать. Так, прочитаться. Так. Человек. Ты глядишь в свое черное зеркало, но не видишь в нем даже себя. Сколько судеб оно исковекало, помнит только сырая земля. Ты считаешь, что той технологии, но похожи они на косты. Мы все киборги стали двуногие, превращаясь в прогресса, утих. Мы теперь так не любим молчание, спешки наши теряются дни. Брака так же качается здание, технологии дымит динамит. За картинками все удовольствия, зависть злоба рождает прогресс. Я быщу в дело термин безвольствия, чтобы вызвать людское интерес. Ты проверь инвентарь в своей памяти, свою память хранит интернет. Он придаток искусственной самости, мозга нашего экзоткелет. А задальше хоть капельку разумом, закрепи установку на цель. Ты же гость в жизни лишь одноразовый, но живешь только пару недель. Стресс Повышается уровень стресса, странной болью в моей голове. В гипсалоне кричит стюардесса, самолет вновь уходит в пике. Дарят глупые мысли сознания, рассекая мой мир пополам. Это все подсознание, послание, способ к прежнему вернуться к делам. Это мисс для миров, отторжение, трудный путь против термин и души. Мы заходим в режим приземления. Панцирь мышц ослабляет нас. Неврастение Неврастение Внимание, что мне, да? Таким лицом, как без лица. Ты голоден или разужен? У заминанта нет конца. Подавлено готовишь ужин. Ну где же ты забыл лицо? Зачем ты нам с такой гриматой? Мы говорили раз в пятьсот. Учись не быть тракейшей массой. Ах, ты устал? Иди поспи. Отчего устал ты, кстати? Наверное, ты пахал в степи? Лежал без денег на палатке. И в лазон, это кто сказал? Но ты ведь сам себе начальник. Раз нету силы на спортзал, Попробуй отдыхать нормально. Пойди, пройди, ближайший пас И улиц мерей шаг бетонный. Используй чаще свой радар. Активизируй мозг свой сонный. Смотри, там дерево, смотри. Оно стоит здесь в тридцатолетия. А там фонтан и фонари. А сверху солнце без отмения. А в тракции нужны мозгам. Не все ведь интеллектуально. Умель привычный шум и гамм. Эмоции строй, умель морально. Ты вовсе не сошел с ума. Свои нейроны засыпают. Устал, не уйдешь сама. Ведь лез в глазу мешает. Старки. Старки. Нас развивают другие. Мы развиваем другую. Мост извлекает стихии. Трудности стресса стихий. Кто нам уходит на ошибку? Кто нас заставит идти? Скорость, больную прививку. Противоречий стротив. Тот, кто желает вам блага. Тот, кто осознанно зли. Истинность, жаждасть, бумага. Мост прогрызает гранит. Сопротивление сила. Новых открытых законов. Тот, кто не нюхал стротива. В рамки своих. Сопротивство. Спасибо. И даю слава нашему капитану Николаю Павлову. Дорогие друзья, как я вам уже говорил, вот как говорится, у нас народ прибывает, как вы видите, нас становится все больше. Вот. И я продолжаю вас потихонечку познакомиться с традициями нашего клуба. Вы вот слышите, как говорится, наших городинцев, и уже у вас складывается, ну, постепенно, какое-то впечатление, да, в нашем клубе. Вот. У нас вот есть поэтесса Ольга Колесникова здесь, которая у нас уже не первый раз, вот, давайте, наверное, мы сейчас ей вызовем эту сцену, поэтесса город Писк. Просим. Я вот прочитаю только один стих, потому что из своих последних стихов очень много злого и интенсивного. Написала я, получается, когда сюда опять прилетела осенью, в конце осени, и в чем-то на меня актуально. Простите, пожалуйста. Да? У тебя сейчас не будет ничего злого и интенсивного? Нет, все хорошо. А, все хорошо. Нет, нет, я уточнила, что у меня, это, ну, я сейчас нашла то, что можно прочитать. А, ну, хорошо, хорошо, послушайте, дети, да, можно, спасибо. Я, да, я помню. Хорошо. Красавчик. Это затянувшаяся осень, месяцев 11, ну или 10. Тут и с южной стороны, но с осени будет, словно, северная плесень. Это солнце, где-то к 60 годам, остальные 300 минут вождь. Здесь, сейчас я временно живу, здесь рожден бессмертный царь и вождь. Питер — это толковое метро и бесчисленная масса на дорогах. Это километры ленинградского кино и гектары видео на влогах. Это серого тысячи оттенков. Это пасмурные лица у людей. Это настройки в стиле дженго. Это модная одежда у зверей. Это лавтоцентр и зенитарена. Отовсюду есть на лавтовид. Питер — это море по колено. Это развивающийся шар и зенит. Это философская столица всяких там арт-мус и этажей. Питер — это творческие лица. Самых стильных в мире алкашей. Вот так исторически сложилось. Питер — центр русской революции. Еще пока не изменилось, кроме пары пунктов конституции. Это дворик Нельсона на Петроградке. И примил их — это кафе. Питер — это речные осадки. И нежнейшие булочные сухие. Обязательно чай покормите. Возле храма Спаса на краю. Олабосьте. Детка — это Питер. В Питер надо ехать погибнее. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И все. АПЛОДИСМЕНТЫ Потому что я не могу найти ничего в этом зале. А, да. А, да. Поищи, что я еще могу. Давайте поаплодимому профессору. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие друзья, сейчас я, наверное, передам ствол. Наташа, ты готова? НЕ ПОГОЛОДИСМЕНТЫ Да. Да, давай. Вот, дорогие друзья, передам ствол с радостью гвардии КЛТП. АПЛОДИСМЕНТЫ Наталья Мазова. Встречаем. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте всем. Всех с наступающим, в первую очередь. Ну, первое стихотворение у меня будет про нашу погоду сейчас. Оно очень свежее, буквально несколько дней назад, поэтому наизусть я его не помню. А у нас сегодня осень. Дождь струится вдоль канавы. Грустно смотрит снизу травы, на небес сели и вросы. А у нас сегодня осень. Крики чаек у причала. Раздаются. Рябка чала лодку битую без носилок. А у нас сегодня осень. Ветер тяжко завывает песню о далеком крае. И прощения не попросит. А у нас сегодня осень. Календарь соврал, наверное, что декабрь. Значит, вечность. Новый год все прячет в плесе. Да, у нас сегодня осень. Второе, тоже свежее. Могу ошибаться. Зарисовка такая о магазине и о покупательной. Называется «Гадючки». Собрались вместе две «Гадючки» в салоне питерском шипе. Собрались вместе две «Гадючки» в салоне питерском шипе. Я покупаю эти «Гадючки». Нет, будут «Гадючки» у меня. Собрались вместе две «Гадючки» в салоне питерском шипе. Собрались вместе две «Гадючки» в салоне питерском шипе. Так обширно, мать тюленья, в тебе нет пунинской красы. Фиалочно так, видение ада. Зато ты дюшка, чистый плеск. Кричат, и в стороне остался тот в брюках желтых манекен. Уже не важно, где начало, когда история и конец, А брюки свиснутые из-за какой-то субричный юнец. И последнее стихотворение. У нас все-таки хочется, чтобы был мой год, чтобы был снег. Поэтому оно будет «Молодые дня». Детвора в ожидании праздника. Мандариновый запах крылья. Ёлки, снег на деревьях. На санках идут сюда. Детвороз памятник. На санках спешит. И на ёлках огни зажгутся. Под волшебной учебной рукой. Новый год. Мы считаем минусы. Две, три, пять. До двенадцати. Так, далеко. Новый год. Желания и судьи. Надо только их загадать. В нетерпении ночи. Загадочные. Новогодние. И самые сказочные. Мы поверим в чудо опять. Спасибо всем наступающим. Спасибо большое, Наташечка. Дорогие друзья, если вот Александр готов, я бы хотел пригласить замечательного исполнителя, автора, исполнителя проповещения, композитора и поэтопесенника, города-герой Ленинграда, города, воинская слава старого, старый пескул, вот, Александр Шубин. Можете поаплодировать. Лучше сказать, что это гвардии, композиторы поэтопесни, гвардии нашего клуба, и он, к тому же, ко всему же, у нас еще и лидер группы «Энтомология», которая также гвардейское соединение в нашем клубе. Вот, Саша, ты понял, дай с микрофоном? И, например, еще вот так вот. Так, друзья, Александр Шубин. Спасибо, друзья. Я спрою несколько маленьких песен, о которых я здесь еще не пел. Они буквально написались. Это и осенью. Сейчас я проявлю их, да? Посолка, пожалуйста. Посолка, это да, да. Еще клавиши Саша не очень слышно. Клавиши, да, вообще клавиши надо выгнать. Сейчас команда вообще не попадает сюда. Я покрашу бороду в синий цвет, Я наден черное гимоно, Я наден шляпу, Я наден черное выгばい обновлено. Так, Саша, я не наден черное... А еще рогатый жукоплястый Позаблю деда и старичков Да, да, дари, дара, Борода моя, ой, да Да, да, дари, дара, Я посветится, борода, Ну а завтра бороду сбрею я, Ну а завтра бороду сбрею я, И не только сможем узнать меня, Да, да, дари, дара, Борода моя, борода, Да, да, дари, дара, Бородаinois моя, ой, да, дари, дара, Борода моя, борода лучшая Борода лесен vorcida Бородаジyllинова Субтитры создавал DimaTorzok Дед проводил корову в сарай, а я заглядывал туда, была высокая времянка и на ней чердак И мне почему-то казалось, что корова смотрит на меня с чердака Усовывается ее голова рогатая и смотрит на меня сверху И я это запомнил и думал, что корова живет на чердаке Потом, когда мне было лет 10, я спросила у мамы И мама сказала, тебе, наверное, это приснилось Корову как бы не просто на чердаках обнять Здесь не было каким-то супергераклой И он написал следующую песню Торова живет чердака, корова смотрит с высотой Она беспечна и легка, дает нам много молоток Летит готово в облако, робило роб-мроб А я ходил пешком по стул Ведь был тогда я очень мал И очень мало понимал Свою корову обнимал Народу очень я любил Конфетами ее кормил На ней я в облаках летал Летал ложка и болтал Летал и кромка кокотал Корова живет в чердаке Корова смолкнуть с высотой Она беспечна и легка Дает нам много молоток Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова